Всем привет! В этой части расскажу, как я сделал подвеску на багги из игры PlayerUnknown's Battleground. Да, и пока не забыл, всем большое спасибо за вашу поддержку канала и интерес к моим роликам. Вся подвеска в основном будет собрана на резиновых втулках от автомобиля ВАЗ-2108. Работу начну с задних рычагов. Рычаг планирую сделать А-образной формы. Для втулок нужно сделать крепление к раме. Это будут П-образные кронштейны, которые я сделал из пластины шириной 40 мм. Я изначально отказался от простых ушей, которые привариваются к раме. П-образное крепление универсально, оно имеет свою площадку и может быть приварено к вертикальной трубе. По разметке на пластине сделал пропилы, они нужны для легкого загиба ушей. Об край стола загнул пластину по 90 градусов. После приварки кронштейна на раму места сгиба будут провариваться. Также для надежности в некоторых местах будут приварены косынки, особенно на верхних рычагах. Разметил отверстия на кронштейнах штангенциркулем. Мой стрельный станок имеет нежесткую конструкцию. Большое сверло, как правило, уводит в сторону. И чтобы этого не произошло, засверлил уши тонким сверлом. Похоже, это ее последнее отверстие. А новую дрель мне помог выбрать поисковый сервис Е-каталог. На нем собрано тысячи товаров, и чтобы легко в них ориентироваться, на сайте присутствует фильтр, который помог мне отсортировать нужную дрель по названию бренда и многочисленным характеристикам. Видны всевозможные цены из разных магазинов. Также Е-каталог позволяет очень удобно сравнивать несколько моделей по их характеристикам. Еще можно почитать отзывы о данном товаре и посмотреть видеообзор, чтобы не купить кота в мешке. Ссылку на Е-каталог оставлю в описании. В вилку вложил брусок, чтобы уши под давлением не сложились, и сверло не увело в сторону. После работы с кронштейнами нарезал колец для резиновых втулок с самодельным отрезным станком. Труба будет использоваться 32-я, 43 мм по наружному диаметру. Ограничитель отрезного станка будет установлен на 35 мм. Напилил втулок сразу на весь проект. Теперь каждое кольцо нужно уменьшить в диаметре, выпилив сегмент болгаркой. Сжал кольцо тисками и рез проварил сваркой. Получившееся яйцо выпрямил молотком до почти ровного кольца с внутренним диаметром 32 мм. Сразу забил в кольца деревянные вставки, которые напилил с черенка от лопаты. Они нужны при сварке рычагов в кондукторе. Если сразу запрессовать резиновые втулки, то они сгорят от высоких температур. Далее взял поворотный кулак с переднеприводного ваза и ось от классики, которую нужно укоротить под отверстие в кулаке. Разрезал ее на две части и на каждой детали вырезал по ступеньке. Прикрутилось к кулаку, посадил на прихватке, а после снял и проварил. Отверстие в оси на 12 мм, а в кулак вручиваются болты 10 мм. Таким образом можно регулировать схождение задних колес. Теперь все детали готовы для изготовления нижнего рычага. Для него сделал кондуктор, он будет универсальный. На нем будут вариться также передние рычаги, но немного из других деталей. Приварил болты и одел на них доработанную ось. А на другой стороне будут приварены уши, которые нужны для крепления колец. Также на ось одел кольца с деревянными вставками. Замерил расстояние между втулок, вернее сделал шаблон из линейки, и разметил нужный отрезок на 20-й трубе, которая в диаметре 26 мм. Вставил трубы в кондуктор и начал приваривать. Сначала прихватил, а потом проварил полностью. Затем между труб варил перемычку. По этой же технологии сделал и левый рычаг. После того, как рычаги остыли, запрессовал втулки, но перед этим сточил напильником внутреннюю кромку кольца. В качестве смазки использовал жидкое мыло, но потом все-таки сменил на солидол, так как с помощью моих небольших тисков втулка никак не хотела заходить. Чтобы упростить запрессовку втулки, можно заправить бортик в кольцо, и втулка легко зайдет. Сайлентблоки для оси использовал родные от классики. Забивал их проставкой, сделанной из трубы. Прикрутил ранее сделанные кронштейны к рычагам и уже в собранном виде приварил их к грамме. Все болты и гайки будут использованы с обычного автомобиля для надежности. Перед изготовлением верхнего рычага нужно сделать переходной кронштейн для сайлинблока. Его я сделал из той же полосы. Сначала разметил нижнее отверстие и просверлил. Затем одел болт и разметил верхнее отверстие. Оно будет на 16 мм для регулировки развала. Тянул пластины и приварил крепление сайлинблока. К рамме приварил еще одну трубу, а на нее крепление втулки. Выставил кулак примерно на 90 градусов от положения пола. Отрезал трубу для рычага и сварил кольца между собой. В этот раз втулки уже запрессовывал на самодельном прессе, который мне было лень вначале откапывать из-под снега. Но намучившись тисками, я все-таки это сделал. Установил рычаг на место. Болты для рычагов использовал с реактивной тяги от классики. Задние рычаги сделал непараллельными. Завалил верхний рычаг со стороны рамы вниз на несколько сантиметров. Сделал по книге Хомеля «Подвеска и тормоза». Задней подвеской я закончил и перешел к передней. Для нее я с разбора купил поворотные кулаки в сборе от классики, которые будут установлены наоборот из-за изначально короткой рамы и невозможности установки рулевого редуктора в нормальном положении. Чтобы у подвески багги была одна колея, я от центра рамы до крепления диска замерил расстояние и перенес его на переднюю подвеску. Сразу узнал расстояние до шаровой опоры. Площадку крепления для нее буду делать из двух сваренных пластин. Отверстие сделал коронкой по металлу. Не нашел подходящую и сделал отверстие немного больше, чем нужно. Отцентровал опору и разметил крепежные отверстия. Также сделал технологические отверстия для крепления к кондуктору. Гайками можно регулировать высоту пластины. Примерил трубы и немного подрезал крепление шаровой опоры. Для надежности в трубах сделаю пропилы, чтобы они заходили в пластину. Такое соединение будет прочнее, чем просто приварить трубу к торцу пластины. Соединил все детали прихватками, а потом проварил сплошным швом. Передняя часть рамы имеет сужение. Компенсировал это расстояние обрезком трубы. Установил шаровую опору и одел на нее сверху поворотный кулак. Чтобы увеличить выворот колеса, нужно немного подрезать трубу рычага. Но это я сделаю после установки рулевого редуктора. Одел верхнюю шаровую опору и замерил расстояние от центра шарнира до центра оси саленблока. Оно получилось одинаковое, значит передние рычаги будут параллельны друг другу. Все-таки мне удалось у себя найти толстую пластину, из которой я выпилил крепление верхней шаровой. Из этой же пластины отпилил две площадки, с помощью которых будет регулироваться развал. На одну из пластин приварил крепление саленблока. Стянул их гайками и приварил к раме. На этих кадрах видно, что такая система в принципе на передней подвеске не может существовать. Саленблок мягкий и он имеет ход. Колесо будет болтаться и бить в рулевой редуктор, что не очень скажется на управлении. Первое, что пришло в голову, сделать А-образный рычаг, но это не будет похоже на оригинал. Этот вариант я сразу отбросил. Верхнюю втулку нужно поменять либо на подшипник, что сложно, либо на резьбовую втулку от Волги, что я в конечном итоге и сделал. Что из себя представляет резьбовая втулка? По сути это тот же подшипник скольжения, но состоит он из втулки с резьбой и шпильки, в которой есть отверстие под крепежный болт. Ее диаметр 32 мм, что как раз подходит к кольцам рычага. Соединение будет жестким, и я решил укрепить кольцо узкой пластиной. Просвелил отверстие для тавотницы, через которое будет шприцеваться резьбовая втулка. После этого попытался запрессовать втулку, но ничего не получилось из-за слабого домкрата. И я ее попросту забил молотком через проставку. Промахнулся с отверстием для тавотницы, пришлось рядом сделать новое. Поставил рычаг на свое место, пошатал кулак и результатом остался доволен. Посмотрим, как это будет вести себя на ходу. В любом случае, недолго переделать верхний рычаг под еще один цилиндблок. Следующую часть баги постараюсь выложить в этом месяце. Всем огромное спасибо за поддержку, за ваши лайки и комментарии. А на этом у меня все, всем удачи и позитивного настроя. Увидимся в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok